Я возглавляю группу научную, мы занимаемся изучением необъяснимых явлений, так называем малоизученных явлений, на территории Иркутска, Иркутской области. Но наша основная специализация это изучение, называемого феномена полтергейст, или феномена беспокойных домов. Но мы занимаемся таким неблагодарным занятием, что мы пытаемся это понять не с точки зрения каких-то, может быть, исторических или логических представлений, с точки зрения научных, потому что все в нашей команде это так или иначе представители либо научной сферы, либо специалисты, врачи. У нас есть ряд базовых кипотис, что в таких местах, где происходят какие-то аномальные вещи, то есть происходят какие-то аномалии поля, электромагнитном поле или еще других параметров каких-то, мы измеряем приборами, какие разные приборы, они совершенно не специализированы, ну, часть из них. Есть более специализированный прибор, это генератор случайных чисел. У нас есть такая гипотеза, что в таких местах, где случаются чудеса, вероятность маловероятных событий увеличивается. Скажем, то, что у вас сейчас залетят бутылки, это крайне маловероятное событие, да? Оно буквально. Так вот, а в таких местах некий неизвестный аномальный фактор повышает вероятность таких чудес, и чудеса происходят. То есть часто мы работаем с людьми, с очевидцами событий, и наша задача, во-первых, первая, определить, не вешают ли они нам лапшу на уши целенаправленно, да? То есть целенаправленная фальсификация. А второй момент, то есть может быть, так скажем, не целенаправленная фальсификация, то есть когда человек просто неверно интерпретировал те или иные вещи, например, старый дом, мыши и прочее, то есть он человек впечатлительный, и ему вдруг начало казаться, что это духи. Часто в таких местах вот эта среда аномальная, она начинает воздействовать на человека, и возникают такие элементы, которые там называются, например, подселение, да, то есть одержимость, когда человек меняется. Меняется психологически, эмоционально, вот, вплоть до крайних форм, которые в религиозной среде называются одержимостью. Мы много где были, и только вот в двух местах мы зафиксировали, как мы считаем что-то необъяснимое, что мы не смогли объяснить. То есть там и поле как-то менялось? Там не просто поле менялось, мы на видео зафиксировали, то есть мы там, в общем, в лесу, рядом с кладбищем, мы ночевали, там есть специальный домик такой сторожа, и он жаловался, точнее много людей жаловалось, что там происходят какие-то темные вещи, какие-то темные сущности приходят из леса, и в доме начинают происходить странности и так далее. Вот у нас мы оставили камеры по периметру этого дома, вот, и вот у нас был штатив, но, кстати, был такой очень хороший штатив, у нас был такой прям дешевый штатив алюминиевый, который там от любого дуновения мог упасть, и в какой-то момент в него что-то вселилось, короче, то есть он начал бегать. И вот мы это зафиксировали на видео, мы пытались потом по-разному это моделировать, думали, что как-то животное, или еще ветер как-то, но как бы, то есть он превратился, он как в мультике, словно в него что-то вселилось, он превратился в жилье. А вы на камеру-то засняли? Да, это на видеокамеру заснято. У нас есть это в группе, то есть я могу потом прислать вот это. Правда, да? Давай, 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 прямо интересно. Вот, то есть, ну и там действительно что-то происходит необычное. Второе место это, наверное, можно выделить, это дом Фейнберга. Это у кого? Да, это где? Это бывшая библиотека Молчанова-Сибирска, это рядом с цирком, там такой старинный дом, там у него еще есть такая звезда Давида на нем. А что там? А там сейчас музыкальное училище, что-то музыкальное. Раньше была библиотека имени Молчанова, мы именно там исследовали, и нас приглашали работники, потому что они стали видеть часто призраков. Как они расписывали? Там было два персонажа, которых постоянно видели, причем разные люди. А это сразу были за одних и тех же. Да, это был мужчина такой, одетый в стиле 19 века, в таком колпаке, и женщина в таком кремовом платье. Вот, они периодически появлялись, там даже охранники увольнялись, потому что несколько раз охранники принимали их за живых людей, ну, условно, да, они начали за ними гнаться, да, гнаться, и те исчезали просто, как бы, у них на глазах, и они даже не могли проработать, как бы, ночь. То есть они наутро все просто увольнялись. То есть очень часто, вот, к примеру, был случай, я приведу пример, то есть когда нас вызвали в Братск, то есть мы в квартиру пришли, из-за этого там было тоже много народу, и телевидение, и там врачи, и священник, и там все просто летало, кидалось, там разбитые стены были, и там плазма висела разбитая, и при нас летало, шкафы падали, там колдовские символы появлялись на стенах, ну, то есть там жуткие вещи, там Библия разрывалась, вот, то есть, то есть какое-то время, там полдня, вот при нас это происходило, там компьютер наш летал, короче, летал камера была разбита, вот, а потом, когда мы вот проанализировали все, то есть у нас мы установили систему видонаблюдения, оказалось, что как бы все это делает девочка, 12-летняя. В смысле, не заметили? Ну, по камерам, да, то есть дети очень, они очень талантливые, и они следят за взрослым, как только ослабевает внимание взрослых, они начинают это, как бы, ну, талантно. То есть она при вас находилась в квартире, да, и никто этого не заметил? Ну, там довольно большая была квартира, причем там было много людей, но, видите, люди хотят обманываться очень часто. То есть у нас изначально, когда мы пришли, у нас уже были подозрения, но мы не могли это доказать, тем более родители, девочка шалила, тролли, она вообще здоровая была? Ну, причины здесь разные, мы играли, там, психологические причины были, но факт, что вот здесь мы помогли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА